Исходя из того, что у меня теперь целая гора чаш и спасибо за это компанией Тур, я могу снимать полноценные обзоры и обозревать сразу несколько вкусов, а не каждый по отдельности. Сегодня у нас на обзоре кальяна без табачной смесь Фишка. Продукт сделан на основе красного чая и позиционируется как очень жаростойкий продукт с высокой вкусопередачей. Производитель советует прогревать смесь на 4-25 углях, а курить на 3-25. Что ж, давайте забьем чашечки и потом поговорим про ароматику. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Первый вкус, который мы поставили на кальян, называется Ice Chiris. Производитель позиционирует данный вкус как черешню с холодком, но мне почему-то больше показалось, что похоже на вишневое варенье, вишенка плавает в сиропе, слегка сладенькая и с ноткой свежести. Как-то так бы я описал данный вкус. Совсем не похожа на вишню от других производителей. Я бы сказал, что она здесь больше похожа на альфачевскую вишню, если кто такую помнит. Очень интересный и многогранный вкус. Погнали дальше! Следующий вкус у нас черника. Она не такая, как у всех производителей. На мой взгляд, недостаточно яркая, но в ней присутствует какая-то нотка травянистости, которая делает данный вкус немного интереснее. Не будем заострять внимание на данном вкусе, пойдем дальше. Следующий вкус у нас гранат. Производители данной ароматики можно разделить на два лагеря. Первый, это которые делают уклон в косточку, и вторые, которые делают гранат больше похожий на гранатовый сок. Так вот, здесь ароматика такая, как я люблю, похожа на гранатовый сок. Вкус очень интересный и яркий. Погнали дальше! Следующий вкус манго. Он больше похож, на мой взгляд, не на фрукт, а какой-то яркий насыщенный сок из манго. Слегка терпкий, но очень приятный и интересный при курении. Я бы его миксанул с персиком, ну и в принципе в соло его также интересно курить. Однозначно топовый вкус. Погнали дальше. И последний, пятый вкус, который мы прокуривали, называется банановая жвачка. Если честно, мне вкус банана ни у кого из производителя не нравится, потому что они все плюс-минус одинаково, химозные. Но если рассматривать именно данную ароматику, здесь больше, наверное, похоже не на банановую жвачку, а на банановую жевательную конфету. На мой взгляд, больше подойдет для миксов, потому что в соло я данный вкус курить, к сожалению, не могу, не в обиду компании Фишка. Ну и в принципе как-то так. Подведем итоги по продукту. В принципе, продукт интересный. Есть также интересные вкусы, такие как ледяная вишня, гранат и манго. Но относительно крепости, что можно сказать по поводу бестабачной смеси? Естественно, крепость здесь ниже среднего. Продукт достаточно сиропистый. Даже во вкусе ледяная вишня была очень много сиропа, что у меня аж чаша плакала. И здесь без чилира не обойтись. Ну на этом все. С вами был Дядя Слава. Курите вкусные коляны. Любите своих женщин. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok